Водное непостоянство. Жители поселка Омский жалуются на перебои с водоснабжением, длящиеся не первый год. Периодически без воды остаются и люди, и животные. А новые порывы все сильнее подогревают негатив в сторону тех, кто ничего не сделал для исправления ситуации. Вот, приученный. Так, ну и пойдем, что-то наливаем теперь, да? В конно-спортивном клубе «Сириус» на содержании 45 лошадей. Ежедневно каждой лошади необходимо от 40 до 80 литров только для утоления жажды. В условиях перебоев с водоснабжением водой приходится запасаться заранее. Примерно нам надо около 4-4,5 кубов. Это только чтобы попоить лошадей. Храним мы в пластиковых бочках, пищевые такие бочки для питья. У нас мы наливаем, заготавливаем туда воду. Она у нас всегда, чтобы была на край случаев, когда вот такие отключения воды происходят внезапные. Набираем. Если не успеваем набирать, ну тогда где-то заказываем воду. От непроточной воды лошади отказываются, стучат по мискам, хуже питаются. А самые привередливые или пожилые животные могут заработать проблемы со здоровьем, рассказывают опытные кони-владельцы. У меня один из коней отказывался пить из ведра. У него два дня были проблемы с душно-кишечным трактом, были колики. Мы его прокалывали, мы его лечили. И, соответственно, ему нужен вообще постоянно доступ к воде. А он его не может получить в достаточном количестве, сколько бы усилий мы совместно не прикладывали. Мы очень надеемся, что в ближайшее время эта проблема разрешится, потому что для лошадей это действительно нехватка воды. Это очень критично. Но водный кризис – острое, но далеко не новая проблема для всего посёлка. Очередным порывом коммунальных сетей здесь кажется никого не удивить. Как и водой из крана по расписанию. Во время очередной аварии вода подавалась по графику. Давали утром воду, давали вечером воду. Днём воды не было. Давали на 2-3 часа её. Запасались. Это уже у нас не в первый раз. Водой запасались? Дополнительно воду покупали, наверное? Нет. Вот воду дали, налили в бутылки, в банки воды. Чисто хотя бы только на еду. Местные жители вынуждены буквально караулить воду возле крана. Но со слабым напором не факт, что наберут её впрок. Нам сказали, график есть, но включаешь кран по графику, полчаса бежит – всё. Последние улицы, я знаю, что последние улицы, пока до них доходит вода, по графику уже отключили воду. Всё. Людям как жить? Просто объясните, как людям жить. Люди рассказывают. Порыв обнаружили ещё летом. После того, как фундаменты домов начали трещать по швам от поверхностных вод. А подвалы превратились в котлованы. Спасением утопающего жилья хозяева занимались без сторонней помощи. У меня муж привез, ну, привезли целый этот камаз песка. 10 тонн затащили дома в подвал, ой, под дом, потому что у нас стал пол весь проседать. Всё там, ну, промыло под землю всё. Посёлок, по словам людей, давно тонет в коммунальной проблеме, но в её решении конь не валялся. Если администрация посёлка в рамках своих полномочий помогала откачивать воду из затопленных домов, то районная, по словам жителей, не оказала ни должного содействия в модернизации сетей, ни контроля за муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями. Люди заранее начинают предупреждать, да, из КБУ говорить, пожалуйста, у нас уже подтапливают, придите, исправьте ситуацию. Но, к сожалению, МУП из КБУ никак не реагирует. Только благодаря надзорным органам прокуратуры, после чего мы обращаемся, да, у нас тут с 5-го числа по 12-е число ничего, никаких действий не совершалось, да, после обращения в надзорные органы они начинают бегать. Почему нельзя делать было своевременно, когда люди ещё обратились в августе? Новый порыв – это большой риск вновь остаться без воды. При критическом износе сетей местные жители уже и не вспомнят, когда жили без перебоев. В 2024 году у нас должна быть реконструкция внутри, водопроводные сети должны были меняться, но, к сожалению, ничего не происходит. Никаких сдвижек, кроме как на аварийное прикрытие, которое мы ждём по 2-3 месяца, мы ничего не видим. У нас 98 аварий в год случаются на водопроводе. Представляете, мы больше половины года просто находимся без воды. Выход из сложившейся ситуации есть, уверены люди. Это реконструкция сетей и включение посёлка в программу «Чистая вода». Однако, кто будет заниматься реализацией этих мер, если на местном уровне администрация продолжит бездействовать? Дарья Казаченко, Александр Филиппов, Обком ТВ